МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте на 12-м канале новости. В студии Дарья Шадрина и в начале выпуска коротко о главном. Порывистый ветер и дождь с грозой Омск накрыл циклон. Надолго ли в регионе задержится непогода? По указу президента, руководителю регионального ЗАГСобрания Владимиру Варнавскому вручили орден Александра Невского. Их истории достойны экранизации. Именами героев афганской войны в Омске назовут сразу два сквера. Вместо миллионов просмотров заработал штраф. Сельский блогер прославился благодаря преступлению. Подробности курьезной истории. Циклон накрыл весь регион. Он принес порывистый ветер и дождь с грозой. Температура пока еще держится на высоких отметках. Сегодня было плюс 30. Уже с обеда и в городе и во многих районах начался сильный ливень. Вслед за ненастьем придет небольшое похолодание. Стопыки термометров опустятся до плюс 22. Передышка от жары будет недолгой. Уже на следующей неделе воздух в Омске вновь раскалится до плюс 30. Владимиру Варнавскому вручили орден Александра Невского. Высокой награды спикера областного парламента удостоил президент Владимир Путин. Вручила знак отличия сегодня на заседании законодательного собрания. Заместитель полпреда в Сибири Любовь Бурда. Орден Невского полагается государственным деятелям за активную законотворческую работу и многолетний добросовестный труд. Варнавский с 1994-го является председателем ЗАГС Собрания. Долгие годы также представлял Россию в Палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. За конструктивную работу, прежде всего, хотим бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оценку совместного вместе с вами труда. Я благодарен вам за оправданное недоверие, за поддержку, за конструктивную работу во благо России и нашей великой России. Перед уходом на летние каникулы депутаты приняли важные поправки к бюджету этого года. Параметры главного финансового документа области вырастут почти на 2 миллиарда рублей. Из указанной суммы 1,3 миллиарда – это безвозмездный целевой транш на решение отраслевых задач. 680 миллионов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, за счет дополнительных поступлений в размере 148 миллионов рублей планируется приобрести больше жилья для сирот. Деньги также пойдут на увеличение зарплат бюджетникам. Вот вы видите, по итогам, которые сегодня, и увеличение бюджета, а значит и расходов почти на 2 миллиарда в этом году, жители от этого выигрывают. И то, что очень многие споры, нюансы уходят на комитеты, где очень подробно все это обсуждается. То есть рациональная организация работы депутатов – это тоже очень важное качество. За год парламентарии приняли 91 закон и 366 постановлений. Сегодняшнее заседание стало последним в весенней сессии. Теперь на работу депутаты выйдут в сентябре. В Омске завершилась первая университетская смена. Ее участники – 58 школьников из Луганской народной республики – уже едут домой. В Омске они пробыли 10 дней. За это время ребята посетили университетские технопарки, где познакомились с 3D-печатью, вверх технологиями. Самым ярким событием смены стало посещение парка аттракционов. Ребята прокатились на третьем в России по величине колесе обозрения. На закрытии смены каждый из участников получил сертификат о прохождении образовательной программы. Школьников знакомили с профессиями. Мы познакомились с историей происхождения самого города, с многими историческими фактами, касающимися города Омска. Сходили вчера в парк аттракционов. Достаточно много интересных аттракционов для всех возрастных категорий. Также мы ходили по разным экскурсиям, гуляли по набережной, ходили на реку Иртыш смотрели. Очень интересный был и мне понравился город. Здесь красивая природа. Когда ехала сюда, было очень страшно, потому что никогда еще со мной никуда на дальнее расстояние не выбиралась. Думала, город будет очень красивый. Оправдалась. Очень-очень-очень красивый город. Новые знания и впечатления стали поводом задуматься о дальнейшем образовании. Многие школьники хотят вернуться в Омск уже в качестве абитуриентов. Главная задача университетской смены – дать ребятам отдохнуть от бомбежек и подарить чуточку счастливого детства. Сделать детей более общительными. Ребята, они изменились, они стали более дружными. Если они первоначально, когда приехали, ну как бы такое было скованность, да, какая-то растерянность в некоторых вопросах, то сейчас после, на протяжении всех этапов реализации проекта, университетские смены, они более активно погружены в командное образование. Сейчас совершенно это другие ребята, более открыты, более эмоциональные. Еще один мурал появился в Омске. На этот раз на стене дома номер 85 на Карла Маркса. Документальную живопись посвятили бойцу Росгвардии Тарасу Петуху. А меч погиб в спецоперации на Украине. За отвагу и самоотверженность награжден орденом мужества посмертно. Художники рисовали портрет чуть больше недели. Говорят, самое сложное в таком творчестве – в точности повторить черты лица и передать характер героя. Это второй лик солдата в Омске. Первый посвящен Артему Салугину, который тоже геройски погиб в спецоперации. Родные бойца Петуха отметили, что изображение получилось удивительно точным и трогательным. Прекрасный рисунок. Мы очень благодарны художнику Эдвину и его помощнице. Много раз приезжали сюда и родители, и мы. Гордость для нас. Мои дети будут гордиться своим отцом. У нас двое детей. Они еще не видели. Это гордость для нашей семьи. Память почти. Для меня это работа – способ поддержать парней, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. И я думаю, пока мы здесь отдыхаем, кто-то работает, кто-то учится. Им там нелегко. Все согласовывались с родственниками. У них здесь были пожелания, чтобы мы использовали триколор. На изображение высотой с пятиэтажный дом было потрачено больше 300 баллонов с краской. Мурал состоит из четырех слоев эмали. Производитель дает гарантию, что изображение не потускнеет как минимум 10 лет. Как и первый макропортрет, работа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив и городского отделения партии «Единая Россия». Этот мурал, этот рисунок, портрет солдата Тараса Петуха – это большой вклад и большая работа межведомственная. На самом деле для создания хорошего рисунка это очень важно. Это жители и управляющие компании, которые пошли навстречу, провели собрание собственников жилья. Мы нигде не встречали препятствий. Везде люди с пониманием отнеслись с благодарностью и гордостью. Теперь не безымянные. Сразу два сквера в амурском поселке будут носить имена героев афганской войны. Бориса Суворова и Василия Сафонова. С предложением увековечить их память в администрацию города обратились сослуживцы бойцов. Говорят, история каждого могла бы лечь в основу фильма. Никита Смирнов пообщался с боевыми товарищами отважных и мечей. Этот сквер в амурском поселке теперь носит имя Бориса Суворова. Чекиста, который погиб в ходе спецоперации по взятию дворца Амина в Афганистане в 1979 году. Это не единственная территория в Омске, которую увековечили в память о сотрудниках государственной безопасности. Борис Суворов был расстрелян талибами из автомата, когда одним из первых попытался ворваться во дворец. Своим телом офицер КГБ закрыл других солдат. За этот подвиг был награжден орденом Красного Знамени. Теперь его именем назовут бульвар на перекрестке 21-й Амурской и 27-й Северной. Боевые товарищи помнят разведчика жизнерадостным, спортивным и всегда готовым прийти на помощь. Он спортсмен был, я помню. Мастер спорта по гимнастике. Неженат, холостой был. Девушки у него были. Общались. Жизнерадостный был. Такой веселый человек. Достаточно приятного общения. Больше не будет безымянным и этот сквер на улице Челюскинцев. Его также посвятят герою афганской войны майору Василию Сафонову. Он служил в КГБ. Более 30 раз участвовал в спецоперациях в Афганистане. Погиб во время ожесточенного боя с талибами. Ночью диверсанты окружили советских солдат. Шансов выжить практически не было. Сослуживцы Сафонову вспоминают. Всего за день до этих событий майору КГБ подписали рапорт. Мужчина должен был ехать домой. Оставалось дождаться утра. Вася, как оперативный сотрудник, долго находился советником в той же стране. И во время одной ситуации, тоже боестолкновение, его ранило и тоже он умер. Вот два трагических случая. Первых в управлении КГБ, да и в городе, я полагаю, в те времена. Поэтому переживали все очень. Памятные стеллы в Амурском поселке установят 20 июля. А мечи и гости города, гуляя здесь, смогут узнать историю отважных бойцов. Для этого понадобится только смартфон. Отсканировав QR-код, который разместят на обелисках, можно будет узнать всю информацию о героях. Никита Смирнов, Сергей Гаврилов, 12 канал. Участники «Ритма» смогут получить полтора миллиона на реализацию собственного проекта. Молодежный форум стартует 18 июля. Сегодня организаторы проекта рассказали о всех нюансах в студии радио «Монтекарло-Омск». Впервые в этом году участвовать в форуме смогут не только россияне, но и молодежь из стран Центрально-Азиатского региона – Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Возраст резидентов должен быть от 18 до 35 лет. Направление 5 – IT, профи, добро, креатив и международный. Молодых людей ждет интересная образовательная программа, встреча с федеральными экспертами, мастер-классы и лекции. Кроме того, участникам «Ритма» организуют свидание с потенциальными работодателями. Встречу подготовит и расскажет о том, как понравится будущему боссу. Это возможность эффективной коммуникации, то есть, условно говоря, как влюбить в себя работодателя. Есть некие даже испытания, HR может на собеседовании включить секундомер и сказать, ну-ка за 30 секунд расскажите мне все самое главное о вас. И вот участники будут учиться, да, собираться вовремя и самые главные факты, которые нужно услышать работодателю, чтобы он его взял, так скажем, выкладывать. И вот над какими материалами мои коллеги работают в эти минуты. Смотрите в итоговом выпуске новостей в 19.30. Превратил квартиру в музей радиотехники. У Вячеслава Копейкина необычное хобби. Он восстанавливает ретро-технику. Радиоприемники, проигрыватели и радиолы выпущены почти 100 лет назад. В стеллажах больше 70 экспонатов. Остальной коллекции просто не хватило места на виду. Выставочные образцы хранятся в гараже. Особая гордость мастера – телевизор КВН 49-го года выпуска. После апгрейда старинное ТВ вернулось в строй. Сейчас вы увидите, слышите и звук, и видео, и изображение. Никита Гайдаш побывал на импровизированной выставке и расскажет все подробности в 19.30. Рыцарь печального образа знаменитый железный Дон Кихот Утёза больше не будет одинок. Вскоре одну из самых оригинальных городских скульптур отреставрируют, а на привычное место вернут уже в компании с Санчо Панса и Осликом. Дон Кихот давно полюбился мечам. Художник Капралов удивительно передал характер фигуры. За 20 лет уличная жизнь не потрепала рыцаря, но теперь все изменится, рассказывает Наталья Фаткина. Рыцарь печального образа Дон Кихот больше 20 лет провел на этом месте по соседству с театром юного зрителя. Но пришла пора меняться. Скоро он отправится в путь. В родные края – мастерскую железного скульптора Александра Капралова. В далеком 2000-м он создал героя из стали. Каждый год скульптуру обновляли черной краской, но время берет свое. Отважный рыцарь лишился бороды и волос, а у мастера за долгие годы появились идеи, как сделать Дон Кихота еще привлекательнее. Перейдет все в другое качество, более реалистичное. Появятся какие-то детали, на лошадке появятся, может, мышцы. Ну, в общем, немножко он потолстеет так, но, в общем, проработка будет, тщательная проработка. После обновления главный герой романа Мигеля де Сервантеса не останется в гордом одиночестве. Скульптор создаст для него команду мечты. Здесь, где мы стоим, будет Санчо Панса стоять. Ослик рядом, на ослика можно будет садиться, фотографироваться. Ну, вот мы его так поставим, чтобы и Дон Кихота захватывать. За долгое время памятник стал визитной карточкой театра юного зрителя. Символично, что они меняются вместе. В театре ремонт начался в 2021 году. Сейчас вовсю ведутся работы. Сцена и зрительный зал театра юного зрителя больше напоминают руины. Но примерно через год здесь появится новое световое оборудование, новый потолок, новые стены и, конечно, комфортный зрительный зал. Рабочие приводят в порядок фасад здания. На этот год планы грандиозные. Сделать кровлю, витражи и приступить к внутренней отделке. Штукатурят, потом будет подсистема, утепление фасада и уже непосредственно будет установка новой плитки. Первых зрителей в обновленный театр юного зрителя планируют пригласить уже осенью 2023 года. К этому времени на новую площадь из путешествия вернется Дон Кихот, обновленный и с командой. Наталья Фаткина, Сергей Гаев, 12 канал. Омские кинотеатры пошли на хитрость. Теперь на больших экранах будут показывать сериалы, а в перспективе спортивные матчи. Для этого прокатчики начали сотрудничать с онлайн-платформами, которые предлагают многосерийные истории. В планах организовать фестиваль мультфильмов, показывать также продукты телеканалов «Матч ТВ» и «ТНТ». Не отказываются от мировой и советской классики. Пока это единственная более-менее работающая альтернатива «Ушедшему Голливуду». В Омске бесплатно выступят Татьяна Овсенко и другие звезды эстрады. Открытие всероссийских летних сельских игр по масштабу может посоперничать с первым матчем «Авангарда» в Омске. Оба мероприятия пройдут в одно время. Итак, 27 июля в 19 часов на Соборной площади. Сначала дадут старт спортивным состязаниям. Перед зрителями выступят популярные российские артисты 90-х. Татьяна Овсенко, группа «Белый Орел», «Кайметов» и Александр Айвазов. В Омск приедут 52 команды со всей России и из Белоруссии. В составе омской делегации 33 спортсмена. Они выступят в соревнованиях «Дояров», «Механизаторов» и «Косарей», состязаниях спортивных семей, палеотлоне, женском волейболе, городошном спорте, мини-лапте, армрестлинге и перетягивании каната. И 27 июля пройдет первый матч «Авангарда» после возвращения в Омск. Ястребы на льду хоккейной академии встретятся с омскими крыльями. Добавлю, что завтра в 11 утра хоккеисты устроят открытую тренировку и приглашают в академию всех фанатов. Дизайнеры создали для марафонцев новые стильные футболки. Сегодня форму презентовали журналистам. На лицевой части изображена скульптура бегуна, та, что установлена около Успенского собора. Автором оформления уже в четвертый раз стала дизайнер Наталья Шерешорина. Изменилось не только визуальное решение, улучшилось качество. Спортивную одежду заказали у российских производителей. И сегодня же стало известно, что впервые за много лет в городе проведут «Экиден». Это командный забег. Он состоится на взлетной полосе Омского аэропорта. Ожидается, что участие примут 80 команд в каждой по 6 атлетов. Спортсменам предстоит преодолеть в целом 42 километра в 195 метров, как и дистанция сибирского международного марафона. Бежать придется в перерывах между рейсами вечером. Огни, взлетно-посадочные полосы и посвеченные аэропорты это еще больше будет придавать такой экзотике. Лимит времени на дистанцию будет 5 часов. Это как раз то окно, которое позволяет провести «Экиден». Учитывая то, что мы набираем команды, надеемся, что будут подготовлены любители бега и все уложатся в этот лимит времени в 5 часов. Соответственно, стартуем в 19.30, заканчиваем соревнования уже в 0 часов 30 минут. На следующий день, 25 числа, в ночь, субботу на воскресенье. Хотел набрать миллионы просмотров, а заработал штраф. Курьезно случай произошел в Саргатском районе, где 56-летний житель села Баженовска решил последовать трендам и попробовать себя в роли сельского блогера. Мужчина завел собственный YouTube-канал, где выкладывал заметки о деревенской жизни. В одном из видеодневников мужчина устроил обзор трактора. Рассказывал, насколько техника незаменима, например, для перевозки дров. Чтобы доказать это, спилил березу. Дерево ему как раз мешало проехать на том самом тракторе. Не могу проехать. А если я еще еду на тракторе с большой кабиной, а тем более, если будет полная телега сена, вообще проехать невозможно. Мешают движению. Моему движению. Я, конечно, сейчас их удалю и попробую рассказать, какие аргументы и факты в пользу трактора ЛТЗ-60. На ролик отреагировали не только подписчики, но и силовики. Люди в погонах художественного замысла не оценили. И завели на пожилого блогера уголовное дело за незаконную вырубку леса. Вину сельчанин не признал, заявил, что видео фейк. Но сторона обвинения оказалась убедительнее. Тракториста признали виновным. Теперь блогер должен компенсировать ущерб, нанесенный природе, заплатить 15 тысяч рублей. Правда, популярности репортер-самоучка все же добился. Теперь о мужчине знает весь регион. Сегодня многие мячи наблюдали за суперлунием. Уникальным астрономическим явлением, когда спутник Земли оказывается на минимальном расстоянии от нашей планеты. Примерно в 362 тысячах километров. К тому же в этом году оно совпало с полнолунием. В соцсетях и мячи активно делятся яркими снимками. Но все же один из самых эффектных кадров выложил российский космонавт Сергей Корсаков. Фото уникального явления он сделал прямо с борта МКС. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости. Прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok На этом все. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok